Добрый день всем. Рад вас приветствовать на своем докладе. Сегодня я вторично затрону тему клаудов. Кирилл Казаков сегодня достаточно подробно вам рассказал о том, как они применяли клауды для тестирования своих приложений. Я поведу рассказ немножко в другую сторону и поведаю о том, как мы тестируем сами по себе клауды. Дело в том, что наша компания Мирантис занимается тестированием клаудов и их разработкой уже на протяжении трех лет. За это время много чего было сделано. Набиты шишки, походили по граблям. Сделана масса работы, которая оказалась действительно очень полезной для остановления процессов, подходов, технологий тестирования клаудов. Не скажу, что мы совершили революцию, но тем не менее, многие важные вещи, хотя и не представляют собой каких-то серьезных нововведений, они были для нас откровением. И применение в комплексе, в общем-то, позволило гораздо легче проводить тестирование как таковое. Поскольку Кирилл сегодня уже сделал за меня часть работы, я поберегу ваши физические усилия и не буду просить поднимать руку тех, кто знает о клаудове системы. Поднимите руку тех, кто о них не знает. И для кого было бы действительно интересно хоть что-нибудь послушать о них. Замечательно. Хорошо. Тогда я, может быть, вкратце общие слайды прогоню, расскажу основные вещи. Поскольку Кирилл сосредотачивался больше на технической информации, которая необходима для практиков, я сосредоточусь на тех вещах, которые принадлежат к более высокому уровню и нужны для правильного эстимейтинга и планирования. Соответственно, это будет больше полезно, видимо, менеджерам и ведущим разработчикам, ведущим тестировщикам, которые планируют, разрабатывают процессы. К сожалению, в силу формата данного доклада я не смогу более подробно остановиться на том, о чем скажу, но, думаю, это будет, возможно, даже не одной темой на следующей конференции. Итак, наверное, немного расскажу о себе. В IT работают давно, в какой-то степени очень. Из них тестирование более 10 последних лет. Дружусь QA-менеджером компании «Мирантис», руковожу QA-практикой не только в рамках филиала компании и периодически провожу внутренние и внешние тренинги. О чем сегодня более подробно поговорим? В первую очередь посмотрим на облачность и ее перспективы, кратко познакомимся с облачными принципами, что это такое, с чем их едят. Более подробно остановимся на типичных особенностях тестирования клауд-систем и, естественно, затронем вопросы профессиональной подготовки QA, которые вовлечены в этот процесс. Вопрос немаловажный и, я думаю, стоит его все-таки здесь обсудить. Немножко об истории. Что такое облачность? В принципе, сам термин облачности в каком-то его смысле появился еще в конце 60-х, в начале 70-х годов, когда в недрах компании IBM родилась идея использовать невостребованные аппаратные ресурсы для увеличения их утилизации. На тот момент IBM был ведущим проектировщиком и изготовителем программно-аппаратных средств, тема достаточно быстро переросла в направление построения систем виртуальных машин. Но, как говорит интернет, американская организация, американский антимонопольный комитет быстренько отследил эту ситуацию и решил, что таким образом компания извлекает нетрудовые доходы. Я уже не знаю, по каким причинам это произошло, но так или иначе, где-то на последующие лет 30-35 тема практически заглохла, хотя где-то в недрах компании она все-таки продолжала жить. И где-то до 2006-2007 года никто о ней не вспоминал. В 2008 вначале она родилась в качестве новой идеи, реинкарнация старой, хорошая идея. Естественно, начала развиваться на совершенно новых принципах, новом железном софте, и на текущий момент очень бурно развивается, разворачивается во всем мире. Если вы посмотрите на рисунок справа внизу, то увидите, что если брать, например, дата-центр современный, расположенный там, в принципе, неважно где, где угодно, то у него тот уровень сервиса, который он обязан обеспечивать по договору со своими пользователями, показан в красной линии. То есть те 100%, которые они обещают. Фактическое же использование их ресурсов заказчиками и клиентами показано черной линией. Заштрихованная часть – это, по сути, где-то 50-60% от того, что реально востребовано, от того, что реально предоставляется. Естественно, у таких дата-центров в силу дороговизны ресурсов и всего, что они предоставляют в качестве своего сервиса, есть желание не востребовано, не утилизированные сервисы каким-то образом продать. Для того, чтобы это сделать, они использовали принцип виртуализации, подняв на части используемой мощности виртуальной машины, таким образом поделив эти мощности на очень удобные для использования куски и продавая пользователям по более низким ценам. Благодаря чему это стало возможно? В первую очередь, объединение ресурсов. То есть виртуальная машина может быть, по сути, любой мощности, которую мы закажем в разумных пределах, естественно. Маленькая, большая, любая. Во-вторых, самой главной характеристикой клауда является масштабированность и эластичность. То есть пользователь в рамках своего контракта может потребить столько ресурсов, сколько ему доступно на текущий момент. Надо 10 виртуалов – пожалуйста, надо 100 тоже – пожалуйста. Еще один принцип – универсальность доступа. Не важно, откуда пользователь получит доступ к клауду. Это может быть внешняя система, может быть внутренняя, например, сеть. В данном случае это не имеет значение. Самовслуживание по требованиям – это отголосок той самой эластичности, о которой мы говорили. Пользователь запрашивает ресурсы, причем запрашивает он теми приложениями, которые хочет запустить. И в зависимости от этих потребностей на клауде поднимается то или иное количество виртуалов для его обслуживания. Учет потребления ресурсов – совершенно отдельная история, связанная с клауд-биллингом. И в данном случае есть решения промышленные, которые в основном используют все клауд-провайдеры. В качестве примера могу привести ситуацию, в качестве примера клауда, когда есть несколько разнообразных кастомеров, и они хотят, допустим, обезопасить себя от проблем со своими внутренними аппаратными ресурсами. Они покупают сервис, который называется дубликация, и при этом на клауде может в случае отказа их внутренней сети по каким-либо причинам подняться дублер. То есть вся та же система серверов, вся та же сетевая конфигурация с выставленными наружу теми же IP-шниками. Таким образом, пользователь, который работает с данным кастомером, он получает доступ к изменениям, когда не заметит, что у кастомера произошла какая-то проблема. Если очень упрощенно представить архитектуру клауд-системы, то получим примерно следующее. В верхней части, зеленой, отмечены лоад-балансеры, которые распределяют по очередям те приложения, которые нужно покрутить немножко на клауде, посчитать. Затем пул серверов, который отмечен желтым цветом. Причем этот пул может содержать в зависимости от потребностей то или иное количество серверов. И их количество может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от потребностей задач, которые переданы нам на решение. Далее, уровнем ниже идут какие-то базы данных, в которые мне эти приложения контактируют. И в самом низу клауд-сторож, который хранит сервисную информацию, какие-то имиджи, необходимые для поднятия соответствующих узлов из серверов в серверном пуле. Структурная схема. Внизу мы видим голубой прямоугольник инфраструктуры клауд-сторож, то есть, собственно, то, что мы наблюдали на предыдущем слайде. Клауд-рантайм, уровнем выше. Это библиотеки очередили модификации других сервисов, за счет которых, собственно, у нас и происходит решение наших задач выделения соответствующих ресурсов. Разнообразные авторичные сервисы. Диллинг, клауд-франт, разнообразные интерфейсы, которые позволяют нам, как пользователям, получить доступ и обеспечить этот доступ к каким-то внутренним сервисам. Уровнем выше мы видим приложение, которое крутится на клауд-сторож. И всем до уровня выше показана данная область. Пунктирная линия мы видим тех клиентов, которые взаимодействуют с нашим клаудом. И через эту систему подходят два сервиса. Первый из них менеджмент, он же контроллер, который полностью синхронизирует работу всех компонентов клауда. А также сервис секьюрити, который обеспечивает разнообразные моменты безопасности, доступа, специализированные интерфейсы, контроль и так далее. С точки зрения развертывания клауды делятся на паблик, правит и гидрины. Паблик клауды, общедоступные. Это то, с чем мы все с вами сталкиваемся. Даже без заключения контракта можно пойти в интернет и кое-что попользовать. Чуть подробнее, что не можно. Приватные клауды. Это клауды, принадлежащие определенным организациям, которые не хотят выносить информацию за пределы данного клауда. Они являются монопольными пользователями, и этой информацией не делятся. Гибридные клауды объединяют в себе лучшие особенности паблик и приватных клаудов. В качестве примера могу привести большие корпорации, которые, допустим, большую часть своего бизнеса держат, втайне считают на приватных клаудах. А ту часть, которую можно выкладывать для, например, пиар и популяризации своих сервисов, они выкладывают в паблик-часть. По моделям обслуживания мы видим клауды, делящиеся на три категории. Первая из них в самом бэкграунде – инфраструктура как сервис. Появилась раньше всего и представляет из себя совокупность каких-то серверов и объединенных сетевой инфраструктурой, которая может быть, в принципе, достаточно разной. Поверх этого всего идет достаточно тонкий слой программного обеспечения, который позволяет всем этим хозяйствам успешно управлять. В качестве примера могу привести, например, такие системы, как Amazon EC2, OpenStack, которая сейчас очень популярна становится. Следующий уровень – это платформа как сервис. Здесь программного обеспечения слой чуть больше, и он позволяет нам оперировать не какими-то низкоуровневыми командами, а собирать как из кубиков в детском конструкторе достаточно серьезное сооружение. То есть, по сути, это основа для создания любого высокоуровневого клауда. Из примеров, опять же, могу привести Microsoft Azure и, допустим, IBM Smart Cloud. SaaS – программное обеспечение как сервис. По сути, это то, что мы с вами видим через веб-интерфейс, работая с Google Mail, Google Docs, Dropbox. Если кто сталкивался, достаточно хорошо знаком с этим. Что касается особенностей тестирования. Чисто традиционно принято рассматривать тестирование клауд-систем как совокупность шести факторов, которые вы тут показали на рисунке. Но поскольку компания наша занимается разработкой private cloud, то, видимо, далеко не все из того, что здесь показано, выглядит на практике так, как хотелось бы. И, соответственно, мы выделили 9 пунктов, которые действительно как-то отличаются и могут быть интересны. В первую очередь, это функциональное тестирование. Был у нас в практике такой случай, когда клауд разворачивался на двух дата-центрах. Первый из них в Штатах, второй в Китае. В Китае, как ни удивительно, тоже с дата-центрами живут. Пинг на штатовский дата-центр составлял 40-50 миллисекунд, пинг на китайский дата-центр составлял 500. Если со Штатами никаких проблем не было, то качество связи с китайским дата-центром, наверное, более всего характеризуется следующим. Когда наш, допустим, дипломент-инженер пытается что-то туда залить и через полтора часа прибегает широко открытыми глазами и, в общем-то, ничего членораздельного и произносимого при публике сказать не может, то вот вам пример хороших каналов в колечках и замечательных особенностей дата-центров, в некачественных условиях. То есть мы видим гетерогенную среду, каналы связи с различными характеристиками, сферой с левелами. Все это не дает возможности построить устойчивую систему, если ее проектировать стандартным образом. Поэтому в архитектуре клавок-систем для надежности всегда добавляют механизм постоянной проверки статуса и синхронизации так называемых орбиты. Проблема в том, что это все нужно тестировать, и в данном случае нам приходится это делать с достаточно большими усилиями, используя тестирование попарных компонентов, а также проверяя их синхронную и асинхронную работу в зависимости от того, что она требуется. Еще одной головной болью был удаленный мониторинг. Попробуйте когда-нибудь запустить на клауду 100 узлов и чисто традиционными методами, например, посмотреть, как ведет себя система вообще. Вряд ли это получится, поскольку 100 разных картин все это суммарно определить и каким-то образом произюмировать довольно сложно. Тут мы использовали такой инструмент, как Nagios. В данном случае он позволил значительно сократить затраты на анализ и увидеть реальное состояние дел в клауд-системе в режиме онлайн. Подробное журнавирование, я о нем скажу чуть позже, и тестирование клауд-диллинга. Иногда это приходится делать хотя бы для того, чтобы удостовериться в том, что у нас все более-менее хорошо хотя бы с этой стороны. Клауд-диллинг является достаточно интересным инструментом и именно тем звеном, которое позволяет нам экономить деньги, причем делать это совершенно законно. Журнализм. С этой проблемой мы столкнулись практически сразу уже и пришлось решать дилемму. С одной стороны, количество информации в логое должно быть максимально полным, чтобы нам с этим всем не потеряться, понимать, что там происходит в системе. С другой стороны, есть вопрос с их объемом. В течение 10-15 минут функционирования достаточно хорошо развернутого клауда мы получаем сотни мегабайт информации в виде текстовых файлов. Причем сделать с этим практически ничего нельзя. Соответственно, нам приходится или оптимизировать ту информацию, которую мы храним, или применять какие-то специальные ухищрения. Но более того, даже если мы все-таки ухитрились решить эту проблему, дальше сталкиваемся с вопросами анализа. Если произошел баг, как, допустим, 500 мегабайт текста переворошить и найти проблему, в этой ситуации нам очень помогли утилиты парсинга, которые позволили достаточно быстро вычленять то, что необходимо для корректного функционирования клауда, подсвечивать и так далее. То есть в результате применения этого инструмента наша проблема с анализом логов ушла практически полностью, и мы ускорили процесс анализа в двух до восьми раз. Какие типичные задачи этого инструмента? Во-первых, он решает проблему анализа состояния переходов компонентов и всей системы в целом. Во-вторых, это построение жизненного цикла одними событий и задачами. То есть это как бы второй разрез. И третий разрез – это раскадровка, то есть определение кадров состояния системы на заданные моменты времени. Все это позволяет очень детально построить общую картину того, что мы видим в клауде, и в случае необходимости быстро найти бак. Без таких утилит работать в принципе невозможно. Причем мы на это неоднократно натыкали. Слов тестирования. Изначально не предполагалось, что мы тут увидим какие-то проблемы, однако они появились достаточно быстро, как только система начала приобретать некий законченный вид. Во-первых, убедились в том, что необходимо проверять масштабирование, и вручную это сделать довольно сложно. И, во-вторых, генерация многопользовательской нагрузки окончательно нас убедила в том, что надо это все автоматизировать. Кроме того, пришлось озаботиться вопросом использования различных и моделирования различных каналов связи для доступа к клауд-системе. Связано это с тем самым принципом, о котором я уже говорил раньше, то есть пользователь может зайти вообще куда угодно, и если он имеет доступ к клауду, то он обязан его получить. Последний момент – это адаптация к различным конфигурациям доступа. Тут, наверное, говорить нечего, поскольку клауд может быть развернут очень по-разному, и тем не менее для пользователя это должно быть абсолютно прозрачно. Следующий момент – лонгранд-рестирование. К сожалению, в больших и развернутых системах вопрос накопления ошибок является, пожалуй, наиболее серьезным. Дело в том, что в традиционных системах, которые даже при развернутом состоянии достаточно небольшие, эффект аккумуляции ошибок сказывается, и поэтому лонгранд-рестирование дает нам какой-то ответ на этот вопрос. Но в клауд-системах, когда мы поднимаем 10, 100, 200 углов, мы наблюдаем обвальный коэффициент с эффектом накопления равных 10 минут, 15 минут. И, в общем-то, в этой ситуации нас очень выручает такой механизм, как циклические прогоны сценариев с регистрацией ошибок. То есть это то же самое, журналирование, и сценарии должны быть максимально разнообразными, навалирующими поведения самых разных видов пользователей. Вообще все это похоже на минус замедленного действия. То есть мы никогда не можем сказать, в какой момент времени произойдет такая ошибка, произойдет ли она вообще и какого рода она будет. Именно поэтому в результате наших изысканий пришли выводы о том, что в конце каждого, допустим, цикла или по расписанию мы должны автоматически запускать парсинг логов с тем, чтобы выяснить, какие ошибки происходили и какие там потенциально могли возникнуть, в чем узкие места нашей системы. Производительность и нагрузка. Естественно, из этого графика следует, что, к сожалению, тут надписи не видны. Вот на этом рисунке более-менее понятно, может быть, что клауд-система является очень многокомпонентной. Надо учитывать при нагрузочном и тестировании производительности такие вещи, как поведение самого клауда, поведение дата-центра, нагрузки на каналы связи, ситуация у провайдеров, ситуация в нашей локальной сети, выход из нашей локальной сети во внешнюю сеть, ситуация с базой данных и так далее. Если обратить внимание на то, каким образом ведут себя каналы связи и, допустим, нагрузка на дата-центр, то мы увидим ярко выраженную суточную характеристику нагрузки. Поскольку ни каналы связи, ни, как правило, сами дата-центры не находятся в одном и том же географическом поясе, то данные виды нагрузок могут совершенно не совпадать. Соответственно, мы никогда не знаем, где и какая нагрузка, и вынуждены полагаться только на статистические методы, мерять нашу производительность и разнообразные дни параметры в различные моменты времени, утром, в обед, вечером, ночью пару раз и так далее, для того, чтобы набрать статистику и в дальнейшем судить по этому моменту о каких-то какого-то результат. Необходимо также учитывать развернутость облака, поскольку, допустим, в ситуации, когда у нас поднято 2-3 узла, производительность будет одной, при 100-200 узлах совершенно другой. Необходимо также учитывать характер соотношения производительности к развернутости. В данном случае это параметр, который отвечает за равномерность обработки нагрузки. И чем он у нас более постоянен, тем лучше спроектирована наша система и тем лучше ее архитектура подходит под данные конкретные условия нагрузки. Какие другие параметры мы еще оценивали и были нам интересными? Такие, как время провижения и максимальное количество одновременно создаваемых людей. Провижения – это, собственно, процесс поднятия узла на клауд-системе. В чем их особенность? Чем лучше эти параметры, тем динамичнее и лучше клауд-система реагирует на изменения внешней нагрузки. Если вы посмотрите на рисунок справа внизу, то увидите интересную картину. Сначала при увеличении количества задач клауд-система распределяет их между существующими узлами. Таким образом, время ответа, которое, собственно, тут и показано, оно постепенно растет. Расплант ставим, вырастает. Со временем, когда нагрузка переваливает какое-то критическое значение, естественно, с каким-то упреждением наша клауд-система поднимает дополнительные узлы, страхуя себя от перегрузок. В результате подъема этих узлов и вступлениях в эксплуатацию мы видим ситуацию, при которой задачи перераспределяются между поднятыми узлами, и таким образом респонд ставим снова падает. То есть этот график имеет или ярко выраженную телообразную, или ступенчатую форму, что не характерно для обычных ситуаций с тестированием производителя. Есть такое понятие, как бунка мощностей, и в данном случае мы можем от нее избавиться в ограниченном диапазоне. Связано это с тем, что иногда можно померять производительность системы на двух-трех узлах, и затем при нормальном коэффициенте производительности развернутости примерно аппроксимировать производительность системы, допустим, на 50 килограмм. Естественно, надо убедиться в том, что эта производительность более-менее линейна по всему диапазону, но иногда это очень выручает. Следующий момент – это стресс-тестирование. На самом деле, чисто традиционно, это тестирование трудозатратное, очень долгое, и в данном случае мы не создавали велосипеды, делали, в принципе, процесс таким же. Единственный момент, который нам пришлось учесть в этой ситуации – необходимость поддержки самовосстановления узлов. Такое понятие в клауд-системах есть, и, в общем-то говоря, оно реализуется как на программном, так и на аппаратном уровне, аппаратном, в смысле, операционных систем гипервизоров, которые служат для создания клауд-системов. Поэтому мы моделировали нестабильность каналов связи, пытались, по крайней мере, каким-то образом реалистичные условия создать. И проверяли цикл падения и восстановления узла. То есть, не ушла ли задача, которая решалась на падающем узле в непытие, поступила ли она в очередь решаемых, поднялся ли дублен упавшего узла и так далее, пошла ли задача на решение, сколько у нас процентов потерь. И еще один момент – это количество узлов, которое при падении будет фатально влиять на производительность нашей системы, ну, либо же свалит систему в целом. Что, естественно, плохо. Конфигурационное тестирование преподнесло большой сюрприз в самом начале, когда один из наших инженеров проинсталлировал систему, попытался поднять кое-какие приложения, обнаружил, что там ничего не работает. Оказывается, хитрый клауд сделал финт ушами, он разрешил своим операционным системам на узлах обновиться. Молодец тот человек, который придумал обдейт операционной системы, но в данном случае, прежде чем вы беретесь за конфигурационное тестирование, пожалуйста, убедитесь в том, что у вас есть в руках полный контроль обновления операционных систем для узлов. Кроме того, сам по себе процесс конфигурационного конфигурирования зависит очень от операционной системы, он может кардинально обучаться в каждом конкретном случае. Естественно, если у вас есть, то есть здесь мы, кроме того, что контролируем обновление узлов, пишем скрипт в проверке конфигурации. Без этого обойтись практически невозможно, мы его включаем continuous integration, и на начальных этапах он нам помогает очень существенно сэкономить время за счет того, что мы хотя бы знаем, что с этой стороны нас не преследуют ошибки. Надо их искать в таком-то другом. Безопасность. Больной вопрос клауд-систем, больной он по нескольким причинам. Во-первых, потому что контроль доступа по каналам связи, который традиционно применялся в обычных приложениях, неэффективен. Связано это с конструктивными особенностями клауда, и решаем этот вопрос разнообразными другими способами. В общем-то, первое, что пришло в голову, это применить сканеры уязвимостей. На текущий момент такие сканеры знают о 50 тысячах уязвимостей, и они достаточно стандартны, со своими базами, сделать это несложно. Во-вторых, применить виртуальное приложение можно, которое разместить тут же на клауде, прямо во внутренней структуре этого клауда. Третье, можно добавить в общий трафик опасные составляющие. Например, это дублирующие пакеты из тех же сетевых протоколов, просто соответствующим образом маркированные, ну или пакеты совершенно других протоколов с тем, чтобы посмотреть, как система себя вообще ведет, если ее накормить неправильными данными. Кроме того, самой главной гарантией безопасности системы, естественно, является шифрование трафика. Трафик мы шифруем не только на входе, на выходе, но и внутри самого клауда. Необходимо это опять же с целью повышения безопасности. И последний момент – это тестирование на утечку исходящих данных. Тут нам очень помогает ситуация с маркированными пакетами, которую мы можем отлавливать и таким образом следить о наличии такого рода утечек. С типами тестирования все. Разберемся с процессами. Первый процесс – это инсталляция. Мы были немало удивлены, когда обнаружили, что в первой нашей клауд-системе, которую спроектировали и вроде бы как затестировали, инструкция по ее инсталляции занимает 17 страниц. У обычного квалифицированного исполнителя исполнение всех шагов, которые необходимо провернуть для того, чтобы клауд-система заработала, занимала полтора дня. Естественно, что ни в какие разумные рамки сроки не укладывались. Поэтому применяем автоматизацию. Второй момент – это то, что клауд-провайдеры не безгрешны. Падают каналы, падают узлы, постоянно происходят какие-то сбои. И в итоге оказывается, что после инсталляции мы видим систему совершенно не в том состоянии, в котором ее можно эксплуатировать. Для этого создаем и включаем continuous integration скрипт по проверке корректности инсталляции. И крутим его до тех пор, пока не убедимся в том, что все хорошо. Следующий процесс развертывания – он очень похож на инсталляцию, за исключением одного момента. Дело в том, что если исполнять процесс развертывания, он же называется продижением, вручную, то он является врагом эластичности. То есть реакция наша на изменившиеся условия нагрузки практически никакая. В итоге пришли к выводу, что ручной вариант – это не вариант, и приходится его заменять автоматизированными скриптами. Причем чем быстрее и правильнее они работают, тем лучше. Такой же аналогичный скрипт создается, аналогичная инсталляция создается для развертывания. Почему так? Ошибки примерно того же плана. Где-то что-то упало, где-то что-то не дописалось, и более того, операционные системы, которые мы используем, они опенсорсные, они могут об этом даже не сказать. Какие понадобились при этом инструменты, вы видите сами. Чех, паттер, фабрик, очень на свою очередь. Для того, чтобы проводить все те операции, о которых я рассказывал, естественно, нам понадобятся очень квалифицированные крии. И в первую очередь им необходимо знание и нехподобных систем, каких-то, Ubuntu, CentOS и так далее. Во-вторых, очень большой популярностью и спросом будут пользоваться такие языки, ну, например, как BASH, в данном случае он используется на юнициподобных, система очень широко. Это он и Ruby, поскольку именно на этих языках сейчас ведется самая интенсивная разработка. В качестве тестов и френдворка используем Laties на основе с программированием в Python, Kewkenberg с программированием на Ruby. Кстати, Laties и Kewkenberg это keyword-driven инструменты, о которых сегодня уже говорилось. Ну и также Tempest. Пожалуй, самый замечательный сегодня инструмент для работы с OpenStack проектом. Что еще обычно бывает необходимо нашим клиентам? Поскольку тот пример, который я приводил с гублированием данных, является очень частым в варианте заказов нашими кастомерами, естественно, приходится очень хорошо осваивать сети. Мы поднимаем виртуальные конфигурации, сети бывают совершенно разные, и протестировать этих признаний сетей практически невозможно. Виртуальные сети, DNS, DH-сети, сетевые протоколы, роутинг, IPT, спортсформации, такие вещи как VPN, BNC, все это необходимо. Что еще используем? Инструменты виртуализации, такие как VMware и Xen. Xen это платформа гипервиза, на основе которой можно поднимать самые разнообразные конфигурации. Итак, что же мы имеем в итоге и какие наши перспективы? На сегодня направление развития рынка в сторону клауда практически определено, и в ближайшее время нас ожидает очень бурный рост. Во-вторых, в ближайшие 2-3 года среди основных, но среди новых проектов доля облачных в составе более 50%. Связано это с тем, что резко возрастает доля разработки приватных клаудов. Если паблик клауды начали разрабатывать давно, то организации и частные структуры очень придирчиво смотрят на технологию, и пока она станет более безопасной, более отработанной. И вот на текущий момент мы имеем возрастающий рост заказа в этом направлении. Что еще? Для наших тестировщиков наступают, возможно, трудные времена, когда кроме типичных знаний в области тестирования и автоматизации придется осваивать сети, языки программирования и все, что связано с виртуализацией. Вот, в общем-то, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Пожалуйста, ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Вопросов нет? Да. Компания есть? Компания Компания. Если можно, чуть позже. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, видите, я буду готов с инстиненцией, потому что я всегда позову, меня не просто попасть, что такое власть все. Ну, нахай. АПЛОДИСМЕНТЫ С самого начала. Я прошу прощения, просто не слышно, можно чуть громче. Давайте сейчас перелистаю на слайд, который я уже показывал. Если очень упрощенно показывать, вот так выглядит архитектура клавок-системы. На пальцах объясняю. Есть у вас определенные сервисы, которые могут распоряжаться ресурсами аппаратными и конфигурациями сетей, которые, собственно, объединяют эти аппаратные ресурсы, сервера. При необходимости, когда появляются задачи в очереди, эти сервисы работают таким образом, что постепенно, в зависимости от нагрузки, поднимают по одной или по нескольку виртуальные машины, на которые, соответственно, дальше эти задачи поступают и решаются там, запускаются в виде процесса. Как только все задачи распределены и отработали на своих виртуальных серверах, естественно, та же самая конфигурация сервисов постепенно схлопывает все эти сервера до практически нуля. То есть тем самым мы потребляем ресурсов настолько, сколько необходимо данным приложениям, которые мы запускаем. Продолжение следует... Подходов на самом деле несколько. Первый из них это... Да, начну, наверное, с таких изначала. Дегустаток кадров чувствуем очень острый. Например, при проведении собеседования у нас получается коэффициент примерно 1 из 10, 1 из 20. То есть из 20 от собеседованных человек мы берем одного. Каким образом решаем проблему? Первое. Действительно, частично берем системных администраторов, бывших, которые уходят в тестирование. В общем-то, наверное, четвертая или третья часть наших Киев, которые работают, это бывшие сисадмины с опытом от 8 лет. И опытом в тестировании, допустим, не менее трех. Еще один момент. Поскольку я веду внешние и внутренние тренинги, то имею возможность повышать квалификацию своих сотрудников и также работать со студентами. Наиболее продвинутых из них мы можем взять на работу. Чем, собственно, сейчас и занимаемся. Мы играем в интернатуру, учим, доводим до какого-то уровня, с самого начального. И потом начинаем медленно-медленно поднимать по иерархии. Как профессионально, так и служебно. Тестируете ли вы компоненты твоей системы разделяем или все вместе разворачиваемые? Конечно, тестируем все в отдельности сначала, а потом уже вместе. То есть типичный цикл тестирования – компонентная интеграционная системная акция классики. Недавно был докладчик, который доказывал о том, что понравились эти компоненты и вместе, когда все эти периоды. У вас, например, суть в чем, простой пример. Время на разворачивание сеть плавой системы, насколько это больше, чем на разворачивание для отдельного лучших компонентов данных? Во-первых, предыдущий докладчик говорил о том, что они используют клауды для тестирования, а не тестирования самих клаудов. Все-таки разные вещи. Во-вторых, насколько отличается время? Отличается, причем в разы. Зачастую поднять компоненты на клауде значительно сложнее, чем просто какой-нибудь сервер. Связано это с тем, что, во-первых, у вас виртуализация, все-таки это не 100% железных ресурсов используется. Даже современные гипервизоры, ну, может быть, там, в районе 90-92 позволяют использовать. Во-вторых, ваше железо может быть еще чем-то занято, и поэтому подъем происходит медленнее. Кроме того, для того, чтобы поднимать клауд специальных режимов, нужно хотя бы эти режимы предусмотреть предварительно. Поскольку у нас проекты не длятся, например, 2 или 4 года, как у предыдущего докладчика сегодня, мы не можем себе позволить написать какой-то очень сложный, очень большой инструмент со стабильными параметрами. Мы просто тогда не успеем разобраться со всеми нашими проектами. Продолжение следует... Во-первых, есть системы мониторинга. То есть, когда вы тестируете, создаете такого рода нагрузки, отслеживаете тем же наггелсом, что получилось в конечном итоге. Тут смысл в том, что когда вы поднимаете какой-то узел на клауде, это занимает не одну секунду. Фактически это может быть 2 минуты, 4 минуты, до 15 минут, но и вместо того, как у вас провайдер, то есть нет соглашения. И в таком варианте вы просто полагаетесь на системы, похожие на обработку транзакций. То есть вы что-то заказали и ждете определенное время, пока это появится. То есть тестирование само по себе длинное получается. И в данном случае, если приложение с очень коротким временем отклика, то оно, будучи пропустимым, оно или запускается на тех узлах, которые есть, или ждет в очереди до тех пор, пока не поднимется какой-то узел, на который оно может поступить на запуск. Может быть, я не совсем понял вопрос, ответил ли я на него? Это достаточно легко видно, если у вас есть… Сейчас посмотрю. Вы просто правильные измерения, они были вот на грани. Да, я понял, о чем вы говорите. Вот есть такой компонент, как так называемая синхронизация. Это система, которая обеспечивает хардбиты. Что имеется в виду? Раз, допустим, в полсекунды она опрашивает все компоненты. И вот, проверяя лодку с этой системы, можно убедиться в том, что что-то поднялось или что-то не поднялось. Плюс нагиос, если, допустим, здесь пошел сбой. Нагиос позволяет точки контроля распределить прямо на узлы. И, таким образом, очень быстро получать обратную связь по фактическому состоянию главы. Спасибо. 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 Спасибо.